Ой, где-то этот уже работает, да? Тема, которую я выбрала, тема такая, знаете, непростая, и она интересна тем, что на примере проблем раскола Русской Православной Церкви в XVII веке можно проследить очень интересную тенденцию. Как правило, в истории, как науке, иногда всплывают какие-то проблемы, и то, что та или иная проблема в исторической науке начинает активно муссироваться, свидетельствует о каких-то процессах в обществе. То есть, допустим, то, как по-разному оценивали раскол и делали различные акценты в этой оценке, можно проследить то, что волновало в тот или иной промежуток времени общество. И, в общем-то, эти тенденции в изменении сознания людей или, допустим, какие-то социальные процессы или политические процессы, вот они активизируют и делают очень актуальным ту или иную проблематику. И вот на примере раскола попытаемся проследить, как менялись вот эти самые интересы, настроения общества. И я не буду, может быть, сегодня останавливаться на каких-то таких нюансах сугубо исторических. Я имею в виду, я не буду грузить вас датами какими-то, а вот именно остановимся на оценочных моментах вот этого события. И человек, даже не сведущий, особенно в истории, тем не менее знает некоторых фигурантов. не хочет листать. Я пробел нажимала. Сейчас запустим еще раз. Да, так вот, даже люди, не сведущие в истории, знают некоторых фигурантов этого процесса. И, конечно, раскол в первую очередь связан с личностью патриарха Никона. И личность эта вызывает невероятный интерес до сих пор, потому что по масштабу своему, по своей личности, по размаху деятельности этого человека, ну, наверное, не так много таких людей найдется в русской истории. Очень часто проводят параллели патриарха Никона, например, с Петром Великим. Именно по темпераменту, по задору, с которым они принимались за великие дела. И, честно говоря, ничего кроме Великого, похоже, они не собирались делать. Вот по этому поводу, вот Ключевский очень метко дал характеристику патриарху Никону, говоря, что то, что умели делать все, он делал хуже всех. Но то, чего не умел делать никто, вот он делал лучше всех. Причем неважно, худой это или хороший. И опять-таки Ключевскому из русских людей, пишет он, с 17 века, «Я не знаю человека крупнее своеобразнее Никона». Но, как пишет Ключевский, его не сразу поймешь, его не сразу раскусишь. Это очень сложный характер. И в спокойное время он был достаточно тяжелым человеком и проявлял самые свои такие, не самые лучшие качества человеческие. Но когда надо было проявить стойкость и когда надо было взяться за дело какое-то масштабное, вот тут как раз всплывали его очень такие действительно важные деловые качества. Можно согласиться и с тем, что Никон – это не деятель, а делец. И он, при том, что любил власть, но он не любил, вернее, он любил власть не ради самой собственной власти, а любил ее за то, что она дает ему возможность действовать. Потому что если бы он был таким, знаете, властолюбцем, то после его опалы и после того, как он был посажен в Ферапонтов монастырь, фактически под арест, то, наверное, бы он не проявил такого посмирения. Потому что те, кто видели его в этот период времени, поражались вот именно тому, как этот человек при таком-то характере очень непростом вдруг превращается в великого смиренника и молитвенника. И вот это как раз дает нам повод говорить о том, что Никон власть воспринимал не как цель, а как средство для того, чтобы развернуть свою кипучую деятельность. Не случайно, наверное, на этого человека в свое время обратил внимание царь Алексей Михайлович. И тут можно проводить такую параллель. Дело в том, что царь Алексей Михайлович, как и его отец, первый из рода Романовых, рано взошел на престол. Его отец умер, а Алексей Михайлович лет 16. И, разумеется, даже в те времена, это еще юный возраст, и он очень завидовал своему отцу, у того был отец всегда под рукой, что называется, рядом. Он подставил ему мощное плечо. И его отцом был никто-нибудь, а патриарх Филарет. И вот, наверное, как-то подсознательно где-то, вот он искал тоже такого человека, на кого можно было бы опереться. Ему очень не хватало вот этой поддержки. И когда по делам службы в Москву приехал Никон, настоятель одного из северных монастырей, вот он обратил внимание на этого человека. В Никоне было что-то, что производило очень сильное нравственное впечатление. Я напомню, что Никон, женившись, потерял троих детей, они умирают друг за другом. И он под сильным впечатлением от этой утраты принимает решение, что они с женой должны принять постриг. То есть что-то, наверное, свыше было дано понять, что их путь совершенно другой. И Никон действительно проявил недюжие способности организационные. И Алексей Михайлович его сначала назначает в Новгород, на освободившееся место архиереем. И уже тогда проявился и вот этот недюжий талант организатора, и это вызвало, честно говоря, неоднозначную реакцию у окружающих. Властный очень, в общем-то самолюбивый, как о нем потом уже, когда в бытность патриархом говорили, возлюбил стоять высоко, ездить широко. Вот как раз это многих раздражало. Дело дошло до того, кстати, задолго, еще до всех этих реформ, всего этого бурного процесса преобразований, настоятель, тогдашний настоятель Соловецкого монастыря, даже братья запретил подходить под благословение новгородского архиерея. То есть уже конфликты возникали. И во многом, конечно, конфликты возникали на почве характера патриарха. Он не был гибким человеком, он не мог идти на какие-то компромиссы, ну и просто, скажем так, где-то снисходить до человеческих слабостей. При этом также было замечено, что патриарх был суров, например, с теми, кто шел против него. Но если кто-то каялся, приходил с повинной, он очень легко прощал и забывал обиты. За ним такое водилось. Но если человек проявлял твердость какую-то, то спуску не давал. В общем, человек крайности. И можно сказать, что такой, знаете, типичный русский человек. Такой максималист буквально во всем. Это за ним, конечно, водилось. Что касается реформ, тоже хочу оговориться. Дело в том, что процессы, которые потом запустил патриарх, они витали в воздухе просто. Сказать, что патриарх был единственным творцом всех этих реформ, это неправильно. Поэтому я абсолютно согласна с некоторыми оценками тех, кто занимался темой раскола, историков, которые отмечают, что нельзя персонифицировать проблему раскола, то есть все сваливать только на личность патриарха. Потому что процесс этот шел уже давно, вот это воображение. И, конечно, некоторые нестроения внутри церковной жизни, приходской жизни, богослужебные какие-то нестроения, они вот как снежная комка как-то так накапливались, накапливались. Просто патриарх Никон появился в нужный момент, в нужном месте, и взял на себя вот этот труд преобразования. Ну, допустим, расхождение, допустим, с греческими богослужебными книгами были замечены еще во времена Василия Третьего. Например, с этой целью был оставлен в Москве Максим Грек, которого потом русская церковь канонизирует. За это, кстати, он пострадал, потому что там проблема переводов была. То есть, допустим, проблема переводов книг, она уже взрела давно. И то начинали этот процесс, то потом его сворачивали. То есть к этому, в общем-то, были, наверное, на тот момент еще не готовы. Что касается обрядовой стороны, то здесь до сих пор ведутся всяческие споры на тему того, а сама-то греческая церковь, когда начала пользоваться троеперстием, например. И, в общем-то, надо напомнить, что обрядовая сторона русской церкви, она вполне соответствовала греческому образцу IX-XI веков. Это было зафиксировано, законодательно оформлено Стоглавым собором 1551 года. А вот изменения, которые происходили в самой греческой церкви, в обрядовой стороне, вот они накапливались с XI по XV век в силу различных политических, социальных каких-то процессов. И получается, что троеперстия в греческой церкви утверждается где-то на рубеже XII-XIII веков. То есть это нововведение для самой греческой церкви. А поскольку Русь стояла как-то, ну, немножечко на отшибе, как-то варилась в собственном соку, то вот к XVII веку созрело такое представление, что, дескать, это мы, русские, там чего-то напутали, православные люди, что-то неправильно поняли, а вот у греков все не так. И поскольку вера к нам пришла все-таки с Византии, то нам надо унифицировать эти обряды, ну, чтобы как-то быть совсем православным миром. То есть тут явно недоразумение. Сразу оговорюсь, что, в общем-то, эти расхождения не касаются, обрядовая именно, не касаются догматики. То есть догматически никаких здесь страшных вещей не происходит. Но тогда вот на обряд все-таки обратили пристальное внимание. Есть одна очень интересная версия, но я сейчас не буду забегать вперед. Когда буду говорить об оценках раскола, тогда об этом упомяну. Есть очень интересная фантазийная версия того, почему царь Алексей Михайлович все-таки загорелся идеей унификации обрядов с греческой церковью. Ну и, конечно, одно дело то, что патриарх Никон проводил там реформы в сфере обрядов и правки книг. Другое дело, еще один вопрос, который был поднят в рамках реформ церкви, это вопрос о соотношении светской духовной власти. И тут, конечно, этот вопрос смыкается с концепцией Москва-Третий Рим. После падения Византии, в общем-то, так действительно объективно сложилось, что единственное православное государство, где во главе государства стоит православный государь, это было Московское царство, Московское государство. И, разумеется, как-то естественно было бы воспринимать государя российского как защитника православия. В Москву приезжали за поддержкой, за милостыней, с помеществованием практически все восточные патриархи. И, разумеется, это накладывало свой отпечаток. Тут, понимаете, тут дело даже не только в самомнении каком-то, в гордыне. Конечно, тут есть опасность скатиться к этому. Но тут еще и объективная такая ситуация, потому что, если учесть, как подбивали на унию греков в обмен на помощь против турок, и фактически бросили остатки Византии под ноги туркам. Предательство, по сути дела, Западной Европы Византии. Потому что надо было убрать конкурента, свести счеты с хизматиками, как они тогда считали, со стороны католической церкви. И тогда оказалось, что пускай хоть, прости господи, черт рогатый будет в этом Константинополе сидеть. Главное, чтобы не было там мощного православного государства. И свой вклад внесла Венеция и Генуя, потому что они видели экономические интересы определенные. То есть нужно было убрать и экономического конкурента в Средиземноморье. Тогда никто не думал о том, что в XVII веке турки дойдут до Вены. И если бы тогда они объединились худо-бедно, то в Вене были бы сейчас мечети. То есть проблемы, которые до сих пор чувствуются в мягком подбрюшье Европы, то бишь в Балканах, эту проблему создавали в том числе и сами же европейцы, когда предали Византию. Но осадочек остался. И в Москве помнили, что греки готовы были пойти на компромиссы и пойти на унию с Римом. Что касается западных братьев, славян, то бишь украинцев и белорусов, то они страдали от гонений и притеснений, это факт. А тут еще и добавляется Брестская уния. И те, кто сломались и пошли все-таки на сближение с Западной церковью, те в рамках униатской церкви постепенно, очень медленно, но подвергаются католичию. И понятно, что после Смутного времени, начало XVII века, это очень неспокойное время, все эти лжедмитрии и вот этот раздрай, в принципе, это только верхушка айсберга, а по сути раздрай внутри русского общества, вот это оставило тоже такой отпечаток на сознание русского человека. Он из Смутного времени вышел подозрительным. Ему везде мерещились какие-то подвохи, какие-то предательства, как бы чего не вышло. И малейшие какие-то отклонения от того привычного уклада, это уже подкоп под наше основание русское. Поэтому реформы Никона вызвали такую болезненную реакцию. Потому что неумение где-то критически воспринимать чужой опыт, который можно использовать, кстати, и вполне положительно, вот это замыкание в самости своей, то есть нам чужого не надо, мы не хотим это слушать, неумение критически как-то относиться к другому духовному какому-то опыту, чужому. Вот это проявление, конечно, еще слабости, неустойчивости этноса. И вот на этом фоне всплывает еще одна проблема, проблема соотношения власти духовной и светской. Патриарх Никон, как и царь Алексей Михайлович, очень хорошо помнил вот эту связку и знал об этой связке царь и патриарх на примере Михаила Федоровича и патриарха Филарета. Надо сказать, что патриарх Филарет – это, наверное, высшая точка власти патриарха, потому что ни один документ тогда, на тот момент, при жизни патриарха Филарета не выходил без его подписи. И в каком-то смысле власть патриарха оказалась даже выше царской. Патриарх Никон хотел продолжить эту тенденцию и закрепить ее. И пока царь Алексей Михайлович чувствовал некоторую свою слабость, он, конечно, с радостью опирался на патриарха, но за время войны русско-польской царь надолго отлучался из Москвы и некоторые дела, конечно, государственные он оставлял на попечение патриарха. Но и царь уже возмужал, уже не мальчик, и побыл уже вдали от патриарха. И когда война закончилась, русско-польская, он возвращается в Москву и наблюдается перемена в их взаимоотношениях. Это чувствует и патриарх, конечно, очень хорошо. Царь окреп, царь уже чувствует свою самодостаточность, и его уже начинает раздражать претензии патриарха на светскую уже даже власть. И поэтому тут возникает вот это охлаждение. Патриарх проявил, на мой взгляд, конечно, недальновидность и какое-то такое, знаете, поведение почти женское. Эта женщина может себе позволить хлопнуть дверью, разбить тарелку и на вопрос «почему?» сказать «потому что». Но здесь, конечно, надо было бы себя вести несколько иначе. Суть конфликта между царем и патриархом как раз вот эта недальновидная позиция патриарха, когда он решил «ах, ты не нуждаешься в моей поддержке, ну я тогда уйду». И он самовольно покинул патриаршей свой престол и удалился в Новый Иерусалимский монастырь. А потом, когда понял, что как-то без него там обходится, он решил опять о себе заявить. И точно так же неожиданно явился во время богослужения в Успенском соборе Кремля, что человек, замещающий его на тот момент, растерялся. И потом все-таки, знаете, патриарх произвел очень сильное впечатление. В общем-то, повел себя с ним как с патриархом. Но царь тут уже взбеленился просто. И подумал, что так не гоже вообще-то поступать, проявлять такое своеволие и неуважение к власти, к сану своему. Ну и в конечном итоге все закончилось судом. А тут еще вот эти три шестерки в дате, которые еще хорошо запомнить. Суд над патриархом, да, 1666 год. Волшебное это число, которое производит очень сильное впечатление на слабонервных. И если говорить по нумерологии, ну там высчитывается по нумерологии, имя можно высчитать, да, число имени. Так вот, три шестерки как на зло, прям как на грех, совпадают с именем Никита. А Никон в миру был Никитой. Ну и все, оно все-таки как-то сложилось, понимаете, как в пассиансе. И, разумеется, многие стали веять в этом некие знаки какие-то. Вот, что касается вот этой, знаете, концепции Москва-Третий Рим, задолго до династии еще Рюриковичей, ой, династии Романовых, еще Рюриковичей, да, в общем-то заявляют о своей исключительности. Ну, например, Иван Третий, не без, наверное, влияния Софьи Палеолог, вот принимает герб «Двуглавый орел», и этот герб византийский. То есть Москва уже себя чувствует преемницей Византии. Третий Рим – это Москва, и четвертому не бывать. Вот патриарх Никон добавил к этому еще и другое наименование. Москва – это Новый Иерусалим. Если Москва, Третий Рим – это такое, как бы оценка такая, сугубо политическое, государственное значение роли Москвы, то Новый Иерусалим – это уже претензия на лидерство духовное. Именно в силу того, что в России, как считает патриарх, сохраняется чистота православия при главенстве православного же государя. И вот этот проект Нового Иерусалимского монастыря, конечно, грандиозный по масштабу, невероятно дерзкий по замыслу своему, производит до сих пор очень сильное впечатление. И надо сказать, что патриарх реализовал проект, который опять-таки витал в воздухе. То есть он реализовал то, что уже как-то, знаете, вынашивалось так или иначе. Это удивительно представить себе, но при Борисе Годунове, например, шел такой разговор, ну, по крайней мере, высказывались такие мысли, чтобы построить храм Воскресения, в честь Воскресения Христова, в Кремле Московском, на месте Успенского собора. Но тогда подумали, что все-таки это настоящее кощунство. Но это главная святыня московского Кремля. И в угоду каким-то политическим концепциям рушить святыню, ну, посчитали это чересчур, это слишком. Ну, а там смутное время началось, и уже было не до того. Но опять-таки вот эта идея навитала в воздухе. И вот реализовал ее блестящий патриарх Никон. Есть, я знаю, люди, которые ругают этот проект. Говорят, что чем выше стены, чем помпезнее храмы, тем меньше духовности во всем этом. Некоторые говорят, что это проявление гордыни, тщеславия какого-то. Но, вы знаете, я думаю, что мы, люди 20-21 века, не можем, наверное, адекватно оценить ситуацию середины 17 века. Потому что нам очень тяжело влезть в шкуру, что называется, человека той эпохи. И судить 17 век с позиции 20-21, наверное, не совсем правильно. А вот попытаться понять, что происходило, ну, наверное, можно это сделать. Так вот, для Никона это попытка все-таки закрепить представление о России как о плоти православия и перенести святую землю на русскую почву. Он нашел очень удачное место, это на Истри. И географически даже местность сама почти совпадала со святой землей. Это просто удивительно. Там нашлось место и Гефсиманскому саду, и Елеонской горе, и гробу Господню. Кстати, вот гроб Господень, Кувуклия, она была сделана по тем размерам, которые были сняты человеком, посланным патриархом на святую землю. Это точная копия. Так что большое ему спасибо, потому что до Ближнего Востока доедем, не доедем, неизвестно. А вот туда доехать вполне реально. И пускай это, ну, скажем так, только образ, да, точный слепок, вот. Но тем не менее важнее же то, что мы вкладываем в это. Ну, духовный какой-то смысл. Так что за это ему, конечно, большое спасибо патриарху. Но вот этот проект, и это, кстати, действительно стало любимое дечище патриарха Никона, и по завещанию он просил, чтобы его похоронили именно здесь. Вот это стало тоже таким знаком притязаний патриарха на высокую власть. И как мне странно, вот в этом вопросе патриарх Никон сближается со старобрядцами. Старобрядцы воспринимали Русь как святую. Во главе православный государь в связке с патриархом оберегают веру правильную. И когда патриарх задумал реформы, когда царь это поддержал, для них закончилась благодатная история. Святая Русь отошла на задний план. Она начинает подвергаться коррозии. И поэтому старобрядцы воспринимали все, что происходило тогда, как в последние времена. И в этом смысле очень примечательная Кириллова книга, так называемая, она была издана в год Брестской унии в Вильно Стефаном Зязанием. И было издано, несколько раз было издание ее в XVII веке уже в Москве. И в этой Кирилловой книге были прописаны приметы прихода Антихриста. И воцарение Папы, раскол церкви, уния. И прямо все одно к одному. Следующий шаг – это наступление на православную Москву. И причем считалось, что это будет как раз тот сам пресловод 1666 год. И как-то все совпадало удивительным образом. Так что для старобрядцев благодатная история закончилась. И отсюда такой, знаете, эсхатологический испуг и почти изуверство. Впадение в какой-то такой, знаете, апокалиптический какой-то ужас. Ну, это реальное переживание, вполне себе реальное переживание тех людей. И вот в этом вопросе старобрядцы и патриархникон совпадают. Должно быть все-таки, как они считали, верховенство духовной власти. Светская должна подчиниться духовной власти. В таком ключе они разрешали эту проблему. И разница, наверное, в этом вопросе между патриархом и, например, такими подвижниками, как Нил Сорский, заключается в том, что для того же Нила Сорского, а потом в дальнейшем и для того же Серафима, например, Саровского, для Сергия Радонежского, для всех этих подвижников, царства, вернее, церковь высшего государства. Церковь высшего государства. И они так считали. Но не в плане истории. Вот это очень важный момент. А в плане исключительно мистическом. Если же мы начинаем этот мистический план переносить на историческую почву, ну, в нашу такую эмпирическую жизнь, да, реально, то вот здесь как раз мы можем впадать, ну, в такое состояние фанатическое. То, что, например, было характерно для тех же есеев, если вспомнить вот эту секту на Ближнем Востоке времен Иоанна Крестителя, да, вот этот разрыв, например, очень болезненное восприятие несовершенства вот этой жизни, которое приводит часто к разрыву вообще контактов с этим эмпирическим миром. И это уже один шаг до или крайних таких проявлений, почти агрессивных проявлений, да, до основания разрушить, а затем мы наш новый мир построим, или же абсолютный уход от всякой такой активности, ну, в общем, разрыв с этим эмпирическим миром. Он недостоин того, чтобы мы на него обращали внимание. Поэтому это такая, знаете, очень тонкая грань. Но патриарх Некон как раз смотрел на этот вопрос очень прагматично. То есть и здесь, в историческом плане, в нашей реальной жизни, царь должен быть подчинен церкви и в лице именно патриарха. Вот такая его была позиция. На этом, грубо говоря, он и погорел. Собственно говоря, все закончилось его судом и ссылкой. При всем негативе, который испытывали иногда некоторые старообрядцы к патриарху Некону, тем не менее, многие восприняли его ссылку очень болезненно. При том, что Аввакум, например, протопоп Аввакум, не жаловавший патриарха Никона, тем не менее, посчитал, что это знак того, что действительно последние времена наступают. Раз патриарха, неважно уже, как его там зовут, патриарха не изложили. Это уже последние времена. Например, Иоанн Неронов, тоже один из лидеров старообрядчества, он порывал с патриархом, потом винился перед ним, возвращался в новообрядную эту церковь. А потом, кстати, суда над патриархом, он опять ушел к старообрядцам. Потому что для него тоже вело сознание, не умещалось, как это так, власть в обход, например, решения. Ну, собор собирался московский, но понятно, что власть светская диктовала решение этому собору. Как это так, патриарха взяли и не изложили. В общем, старообрядцы, некоторые лидеры старообрядчества воспринимали это событие тоже очень болезненно. Ну, что касается патриарха Никона, он в конечном итоге был сослан в Ферапонтов монастырь, простым монахом. С него сняли все, как говорится, его регалии, священства он лишился и был простым монахом. Но вел себя удивительно смиренно. Его почитали, к нему приходили люди, его очень жалели. А он полагал, что, понимаете, это смирение как раз исходило из того, что человек, очевидно, осознавал, что по делу. То есть это действительно было искреннее и подлинное покаяние. Иначе бы он так относительно легко бы не пережил такое падение. Все-таки с таких высот и так упасть. То есть у него, наверное, очевидно, душа прошла через вот этот очистительный огонь покаяния. Уже Федор Алексеевич, царь Федор Алексеевич, сын Алексея Михайловича, он, кстати, с большим петитом всегда относился к личности патриарха, жалел его. И он разрешил вернуться патриарху Никону, он уже был глубоким старцем, вернуться в Новый Иерусалимский монастырь. Он не доехал до Нового Иерусалимского монастыря, он скончался под Ярославлем. И опять-таки по настоянию царя, патриарх тогдашний Иоаким II был категорически против этого, а вот по настоянию царя его отпевали как патриарха. И сам лично Федор Алексеевич читал Псалтырь и целовал его руку. Рассказывают, что на месте погребения, его похоронили по его просьбе в пределе Иоанна Крестителя Воскресенского монастыря, на могиле его происходили чудеса исцеления. Его в народе глубоко почитали. Потом было принято решение, чтобы упоминать его именно как патриарха. То есть здесь вроде бы как произошла его такая реабилитация. Если бы он после ссылки в Ферапонтов монастырь занимался бы проклятиями, критикой, то я думаю, что не было бы такого результата. И в результате, в конечном итоге, патриарха Никона до сих пор почитают как великого церковного государственного деятеля. Можно соглашаться, можно не соглашаться с его действиями. Характер, конечно, у него был не сахар. Но я думаю, это очень поучительная история. Для каждого из нас мы должны не спешить с критикой других и быть очень требовательными к себе. Мне кажется, это урок, наверное, то, что случилось с патриархом Никоном. Ну а по поводу лидеров старообрядчества. Даже люди, опять-таки, несведущие в истории, знают про протопопа Аввакума. Тогда так принято было говорить про протопоп, это считается протоирей. Он был родом с Нижнего Новгорода. Кстати, оттуда же был и патриарх Никон, они земляки. И про Аввакума известно, что он был строгим аскетом, очень требовательным человеком, за что иногда прихожанами бывал бит. Он уже, начиная там свою карьеру священником, проявил свой такой максималистский характер. Как правило, людям такие не нравятся. Даже если критика была правильной в чем-то, конечно, но можно же это разными словами тоже и сказать. А он иногда, очевидно, слов-то и не выбирал, судя по тому, как он написал житие и некоторые свои поучения. Но об этом сейчас чуть попозже. Такой эпизод. Например, у него произошел конфликт с воеводой, Василием Шереметьевым. Он отказался благословлять сына воеводы за то, что тот брился. И воевода тоже оказался человеком русским по характеру и велел сбросить этого священника, вздорного, в Волгу. Тот просто сбежал, иначе бы его туда окунули. Однако на Аввакум обратили внимание в Москве. Харизматичный, очевидно, был человек. И он был в дружеских отношениях с духовником царя Стефаном Ванифатьевым. Это уже складывался кружок ревнителей благочестия. То есть уже готовились исправления книг, шла подготовка к реформе обрядов. И вот Аввакум задержался в Москве. Он жил у своего друга Иоанна Неронова, который уже упоминала. И конфликт у него произошел с патриархом Никоном из-за справного дела. В общем, тут нашла коса на камень. Один буйного характера, другой тоже, за словом, в карман не полезет. В результате Аввакума ссылают. Ссылают очень далеко. Сначала в Тобольск, потом его отправляют в Енисейск, и потом аж в Забайкалье. В Забайкалье он там осваивает новую территорию вместе с воеводой Афанасием Пашковым, который был туда отправлен Нерчицким воеводой. Места дикие, глухие. Шесть лет он провел в Забайкалье. За это время там у него умерло два сына от голода. Условия жизни были чудовищные. Но тем не менее, знаете, мне Аввакум очень напоминает персонажа, которого изображал Геннадий Хазанов. Это тот самый попугай. Я и здесь молчать не буду. Вот, понимаете, куда его не засунь, хоть в прорубь. Но он нигде молчать не будет. Он будет резать правду матку. И в результате воевода тоже, в общем-то, его поколачивал. И это мягко сказано. Я не знаю, как он там вообще не умер. Но в конечном итоге все-таки Аввакума вызывают обратно в Москву. Он до Москвы будет ехать аж три года. Это неблизкий свет. С тогдашними все-таки средствами передвижения. И возвращается в Москву с триумфом. Его встречают очень восторженно. Смелый человек. Говорит, что думает. Выстрадал там в Сибири. Выжил. И не сломлен. Такие производят очень сильное впечатление нравственное. Его только единственное вопросили. Занимайся справным делом. Помогай. Но не критикуй. Ни патриарха. Ни царя. Успокойся. То есть вот тебе дело. Делай дело. Но, разумеется, спокойиться он никак не мог. И его опять ссылают. На этот раз из-за ссоры с царем. И это уже была Мезень. Русский север. На полтора года его туда ссылают. Но в год суда над патриархом. Его пытаются уговорить. Принять реформы. Он, разумеется, категорически с этим не соглашается. Его растригли. Анафематствовали. И отправляют его в Пафнотьев монастырь. Затем будет еще один суд. Дело в том, что за Аввакума заступилась тогдашняя жена царя Алексея Михайловича. Мария Милославская. И его опять судят. Пытаются как-то смягчить его позицию. Но в конечном итоге ссылают в Пустозерск. Это русский север. Ссылают его вместе с его сподвижниками. Лазарь, Епифания и Феодор. Причем тем еще и подрезают язык. Кроме того, из-за того, что они писали челобитные и жалобы всевозможные царю, его сподвижникам одному отрубили то запястье, руку, чтобы писать не мог больше челобитных, другому половина запястья, а третьему четыре пальца отрубили Епифанию. Ну и 14 лет провел Аввакум в заточении. Это была не просто тюрьма, это была земляная яма на хлебе и воде. И в конечном итоге, в 1682 году, из-за писем уже царю Федору Алексеевичу, Аввакума с товарищами сожгли в срубе. Что касается сожжения, ну, наверняка знаете, что были случаи самосожжения. Я хочу сразу оговориться, лидеры старообрядцев не приветствовали самосожжение. И самосожжение, ну, первое, например, зафиксированное самосожжение в 1665 году, так вот, это не связано, собственно, со старообрядцами. Это было другое такое направление, антиклирикальное, которое когда-то возглавил капитон, называли это явление капитоновщиной. А потом Василий Волосатый, что называется, закончил это учение тем, что нужно теперь креститься огнем. Было крещение водой, а теперь крещение огнем. И старообрядцы не одобрили самосожжение, потому что все-таки это самоубийство. Сами понимаете, большой грех. И Аввакум решил, что лучше, конечно, чтобы сжигали мучители, но не самим себя сжигать. Лучше принять мученический венец, но самоубийство есть самоубийство. Поэтому самосожжение – это сектанты, не имеющие отношения, собственно, к официальному движению старообрядчества. Вот эти вещи не надо путать. Еще один такой тоже момент, насколько старообрядцы были связаны с таким народным движением, как в советские времена говорили, антифеодальным. В лице, например, Степана Разина, Ивана Болотникова, ну и Емельяна Пугачева. Да, среди повстанцев было очень много сторонников старой веры. Да, Степан Разин ходил на Соловки. Да, он искал благословения того же Аввакума. Но я сразу хочу оговориться, что Аввакум, хотя в глубине души и сочувственно относился к этим восстаниям, этим движениям против власти, ну, против засилия, против злоупотребления власти, ничего греха таить, они имели место быть. Да, но он считал, что вот это внешнее проявление сопротивления не приводит все-таки к положительному результату, потому что вредит душе. Но все-таки это агрессия, внешняя такая агрессия, да, вот она как раз губит душу. Поэтому сопротивляться надо духовно, как называется, внутренне сопротивляться. Что касается семьи протопопа Аввакума, они, жена его и дети, в Мезине находились, присылали Аввакуму посылки, как-то поддерживали, а потом уже после их обвинили в пособничестве старообрядцам, и они вынуждены были покаяться. Почему вынуждены? Потому что и жене, и его детям грозила виселица, их собирались вообще повесить. И они принесли покаяние. В своем житии Аввакум о домашних по этому поводу напишет. «Они бедные оплошали и не догадались, венцов по бедных ухватите, испужавшиеся смерти повинились, так их с матерью троих в землю живых закопали. Вот вам и бессмерть и смерть». Ну, жена, надо сказать, прожила очень долгую жизнь, она дождалась освобождения и умерла аж в 1710 году, ей было 86 лет. Ну, а что касается Аввакума, он автор 43 сочинений, по крайней мере, то, что ему приписывают. Но самое, наверное, такое главное его сочинение, очень яркое, это его житие, собственно, это его автобиография. И необычность этого труда заключается в том, что, во-первых, в Средние века, вообще в Средневековье такой, знаете, век анонимный. Не принято было подписывать иконы, не принято было подписывать, допустим, даже авторство жития святых, иногда писали, но очень, знаете, скромно. Вообще не принято было к своей персоне привлекать внимание. А здесь о себе написано и очень сочным языком. Это, в общем-то, первая такая развернутая автобиография, причем на языке русском. Там помесь такая церковно-славянского и живого русского языка. Были уже автобиографии, по крайней мере, известно, что первой такой автобиографией считается автобиографией Иона Соловецкого, это рубеж XVI-XVII века. Но это очень краткая биография. А вот сочинение Аввакума, ну, знаете, это просто гимн русскому языку. Очень сочный, очень красочный. Аввакум, не получивший такого, знаете, образования, такого системного, добирал самоучкой. Он был очень начитан, у него было чувство стиля, он был ироничным, с чувством юмора, но иногда доходивший, конечно, до сарказма откровенного. И слова не выбирал. Он даже иногда бравировал тем, что мы, дескать, философии не знаем, мы люди простые, поэтому чем проще, тем лучше. И вот это, конечно, был новаторский такой прием. Языком Аввакума восхищались Толстой, Достоевский, Тургений. Тургений вообще говорил, вот вам московская речь живая, вот куда учиться. Восхищение свое не скрывал тот же Дмитрий Лихачев. Ну вот пример такой, да, по помеси церковнославянского и русского. Извините, цитата. Слабоумием, это он о себе, то есть он такой, знаете, самоуничижением таким занимается. Слабоумием объят и лицемерием, и лжею покрыт сам. Брата ненавидением и самолюбием одеян. Во осуждение всех человек погибаю. И меняся нечто быти, а кал и гной есть, окаянный, прямое говно. Отовсюду воняю и душою, и телом. Ну вот так. Также он использовал так называемую абсцентную лексику. Абсцентная лексика – это лексика грубая, бранная, сленг, ну и вплоть до мата. Я, конечно, материться не буду, сразу всех успокою, а то может кто-то напряжется. Пример вот такой. Адам и Ева шисто себе листвия смоковничные от древа, от него же вкусисто и прикрысто сормоту свою. И скрыстяся под древом возле госта. Проспались бедные с похмелья, а оно и сами себя сором. Борода и уз в блевотине, а от гузна весь и до ног в говнех. Голова кругом идет со здоровных чаш. Ну вот так. Когда Аввакум был в Сибири или в Мезине, он описывал местных жителей, описывал природу. И вы знаете, тоже очень красочно. Я когда читала, думаю, боже мой, действительно, до чего у нас все-таки оскудела наша природа. Потому что, ну и он тоже удивляется, как богаты эти земли. Сейчас, сейчас, да. Промезень. Птиц зела много, гусей и лебедей по морю, як и снег плавают. А рыбы зела густо, а ситры и таймени жирны гораздо. Нельзя жарить на сковороде, жир все будет. А все то, и дальше он делает вывод, а все то у Христа того света наделано для человеков, чтоб успокоился и хвалу Богу воздавал. А человек, суете, который уподобится, дни его як осень переходят и скачет як окозел. То есть, вместо того, чтобы радоваться и разумно этим пользоваться, да, мы все суетимся. Ну а в Сибири, конечно, он описывает мытарство, очень тяжелые условия жизни. Пять недель по голому льду ехали. Ну, имеется в виду, тут по Байкалу они слонялись, на нартах. Мне подробят и под рухлишко дал воевода две клячи. А сам и протопопица брели пешком, убивающийся о лед. Страна варварская, иноземцы немирные. Отстать от лошадей не смеем, а за лошадьми идти не поспеем. Голодные и томные люди. Протопопица бедная бредет-бредет, да и повалится, скользко гораздо. На меня бедная пеняет, говоря, долго ли муки сия протопоп будет. А я говорю, Марковна до самой смерти. Она же вдохня отвечала, добро, Петрович, и на еще побредем. Что касается его характеристики православного мира, католического мира, ну и роли России. Рим давно упал и лежит невсклонно. И ляхи с ним же погибли. До конца враги бывших христианам. А у вас православие пестро, это он и говорит грекам, а у вас православие пестро стало от насилия Тубского Магомета. Да и девить на вас нельзя. Немощи есть и стали. И впредь приезжайте к нам учиться. У нас Божьей благодатью самодержество. Ну самодержество имеется в виду не власть государя, царя, а власть именно православия. По поводу заключения его в тюрьму земляную. «Спаси, Бог, властей и тех, что землей меня закрыли. Себе уж хотя воняю, злые дела творящие, да иных не соблазняю». То есть это даже во благо. То есть если уже, как говорится, меня заперли в этой темнице, то, по крайней мере, только себе воняют. По поводу гонений. «Огнем, да кунутом, да виселицую хотят веру утвердить». Которые апостолы научили так. Не знаю. «Мой Христос не приказывал нашим апостолам так учить. Огнем, кнутом, да виселицую». Но, вы знаете, сразу хочу оговориться по поводу такой какой-то непоследовательности Аввакума. С одной стороны, он являет какое-то юродство, смирение, непротивление злу. Но тот же Аввакум, например, позволяет себе вот такие вот высказывания. Например, царю пишет. «Никона, собаку, растекли бы начетверо, а потом бы Никониан». Или, например, когда он говорит о святителе Николае. Сейчас. Значит, он взывает к национальному чувству царя. И, кстати, знаете, как к нему обращается? Михалыч. Вы представляете? Вы можете себе представить, чтобы к нашему президенту Григорьевич. Правда, иногда добавляет «Михалыч свет». Прям потрясающе. Или, например, «Ты же ведь Михалыч русак». Так вот, он восстает против борзого кобеля Никона, который устраивает все по фряжскому, серечь немецкому образу. Спасов образ пишут так, что Спас выглядит яконемчинно, брюхатый толстый. А русского Николу, это Николай Чудотворник, начинает звать по-немецки Николаем. И дальше он Николаю обращается, к Чудотворцу. Это при том, что Аввакум иногда говорит, вот я такой смиренный, я принимаю гонения. Но он обращается к Николаю. «Хоть бы одному кобелю голову-то назад рожу и заворотил». И пусть бы они так по Москве ходили. То есть человеком, конечно, был соткан просто из противоречий и абсолютный такой, знаете, максимализм буквально во всем. Но надо отдать должное тоже и Аввакуму. Например, он возвращал некоторые традиции, уже забытые. Например, уже порядка ста лет не читали проповедей. Но с его-то полемическим таким духом, ему ли не вспомнить про проповеди. И вот благодаря, кстати, Аввакуму проповеди возобновились. Не могу обойти вниманием, конечно, и Феодосию Морозову. Все знают эту боярыню благодаря картине Сурикова. Так вот, в отношении боярыни Морозовой Аввакум тоже, знаете, иногда себя вел крайне вызывающе. Аввакум был сторонником равенства. Причем не в том смысле, что перед Богом все равны, а равенства, в общем-то, вполне себе даже социального. И он считал, что от царя до псаря в нравственном плане все равны. И, допустим, считал, что Морозова недостаточно ревностна в вере. Хотя уж куда быть ревностнее. Она после смерти мужа, в 30 лет она вдовела, она одевает власеницу. Она принимает странников, она дает приют гонимым, очень щедро занимается благотворительностью. И при том, что она действительно была очень богатой женщиной, потому как ее сын был единственным наследником всего состояния Морозовых. Так сложилось, что старший брат ее мужа умер бездетным, а все состояние отписано было ее сыну. Она была опекуншей. Однако Вакуму этого недостаточно. И он считал, что бояриня должна проявить рвение. Глупое, безумное, безобразное. Выколи глазищите свои челноком. Что Мастридия? Ну, это святая, которая выколола себе глаза, чтобы не соблазняться какими-то вещами земными. Но, тем не менее, Морозова навещала в заключении Аввакума, заняла очень такую определенную позицию. Хотя она навещала, приходила в новообрядовые храмы, но окончательный разрыв произошел после того, как она отказалась идти на свадьбу Алексея Михайловича с Натальей Нарышкиной. Ну и уже, как говорится, конфликт перешел уже в крайнюю какую-то стадию. Она, ее сестра Евдокия Урусова и еще там жена полковника Стрелецкого были отправлены в Боровск. В земляной яме от голода они там и скончались. В Боровске сейчас на месте заключения Морозовой и Урусовой поставлена уже часовня. Знаменитая картина Сурика, на мой взгляд, действительно, картина очень хорошо отражает историю раскола. И эту картину прямо можно помещать во все учебники истории по данной теме. Композиция потрясающая. Сани как будто разбивают толпу, раскол, раскол общества. Причем все, как говорится, слои этого раскола, они прямо тут налицо. Притом те, которые радуются несчастью у боярыни, как раз вызывают у нас внутреннее отторжение. Мы не сочувствуем этим людям. У нас сочувствие вызывают те, кто провожают боярыню как мученицу. В свое время, ну еще, как говорится, знаете, в то пионерское еще детство, у меня боярня Морозова вызывала какой-то внутренний страх. Мне казалось, что она проклинает. Потому что такое, знаете, у нее лицо было. На самом деле это благословение. Благословение. При том, что она в кандалах уже, в эти цепи у нее уже на руках. Ее родиво благословляет ее. Да, вот этот монахиня с такой тревогой как бы всматривается. Урусова провожает. И скоро пойдет за ней следом ее сестра. А вот этот человек, как на посох, опирается такое впечатление на меч. Это сам художник. Ну, если может кто-то не знает, Суриков был прадедом знаменитых наших режиссеров Кончаловского и Михалкова. И Суриковы – это казачий род. И там тоже были старобрядцы. Еще одна картина, всем хорошо известна, «Утро стрелецкой казни». В общем-то, среди стрельцов тоже был высокий процент старобрядцев. Это тоже продолжение той темы. И Лев Толстой пришел в дикий восторг от «Утро стрелецкой казни», потому что как-то привычно было Петром восхищаться, а там Петр на заднем плане. То есть на переднем плане все-таки главные персонажи, герои – стрельцы. Русь уходящая. А новая Русь, она там, на заднем плане. Причем Петр в окружении иностранцев. Не наш человек. И, конечно, такая композиция не могла не затронуть Льва Николаевича. Так вот, Лев Толстой тогда, но все-таки глаз-то тоже еще тот меткий, но рассказывает так, что Лев Толстой, посмотрев на работу, сказал, а все-таки здесь есть одна неточность. Ну, художник взвился, говорит, какая? У тебя стрельцы держат свечи, они прощаются там с семьями, со своими, там страшный разрыв просто сердца, картина такая, да? И они же уже не здесь, они уже мыслью, они молятся, они уже мыслью там, да? Сейчас они встретятся с Господом. И поэтому они не могут реагировать на то, что свечи оплывают. Говорят, а где же здесь воск? И якобы художник тут же подхватился и накапал воск на пальцы. Ну, по крайней мере, такую историю рассказывают. Но так или иначе, для Сурикова, как и для ряда, например, историков, тема раскола, это, в общем-то, тема, вернее, не просто церковного раскола, это тема раскола общества. Это проблема выбора путей развития России в дальнейшем. Это, в общем-то, очень такой был важный перекресток, по какому пути пойти. И в конечном итоге все эти поиски закончились секуляризацией культуры, уже при Петре Первом. Что касается оценок, очень коротко. В разное время по-разному оценили раскол. Допустим, ну такая официальная церковная историческая наука до революции делала акцент на обрядовости. Потому что была такая установка. Не надо ковыряться в критике царской власти, в критике каких-то нестроений социально-политических. Давайте остановимся только на обрядовой стороне. Раскол касался только обрядовой стороны. Уже в эпоху революционных потрясений, и уж тем более в советский период, стали делать акцент на антифеодальном движении. И уж тем более советские историки делали упор на то, что церковный раскол и вообще старообрядчество – это проявление антицарских настроений, против феодальных порядков якобы выступали. На самом деле это не выдержит никакой критики. Потому что среди старообрядцев были представители всех сословий, это раз. То есть классовый подход здесь не работает. Во-вторых, для старообрядца действительно важнее была эсхатологическая тема. А вовсе не выступление против феодальных порядков. Меньше всего как раз об этом старообрядцы думали. Очень интересные моменты были у западных исследователей, потому что они обратили внимание как раз на эсхатологическую эту тему. Русские иммигрантские авторы говорили о том, что вот эта идея Москва-Третий Рим в расколе окончательно была, что называется, погашена. И советские историки, продолжая тему Москва-Третий Рим, сделали такую оговорку, что идеи Москва-Третий Рим в секулярном варианте реализовал Петр I. Для него уже Петербург будет новым таким Римом. Москва останется сакральным таким центром, ну а Киев колыбелью. В перестроечные времена активизировались действительно серьезные исследования историков церковных. И здесь мне бы хотелось обратить внимание, может быть, кто-то заинтересуется личностью отца Льва Лебедева. Очень такой непростой судьбы человек. Он в 1991 году ушел из московского патриархата, перешел в юрисдикцию Русской Православной Церкви за границей. И у него есть статьи на тему того, почему он сделал такой шаг. В общем-то, мне кажется, что его позиция в отношении московского патриархата где-то созвучна критике старообрядцами Никоновской Церкви. И он как раз считал, что, скажем так, новый русадин патриарха Никона был противопоставлен Третьему Риму, Москве Третий Рим, царя. Их главный нерв раскола – это именно противостояние духовной и светской власти. Ну и, наконец, вишенка на торте, что называется, моя любимая версия. Она хоть и фантазийная, но она очень интересная. А именно, что… И, кстати, вот эта версия гуляет среди авторов-строобрядцев. Ну, например, такой Кутузов есть. Так вот, он не отметает того момента, что, в общем-то, вся эта реформа – это диверсия Запада. Вот такая вот неожиданная версия. Почему? Это идеологическая диверсия. Дело в том, что 17 век, да, середина 17 века – очень серьезная проблема с Турцией. Ее надо было приостановить, ее наступление на Европу. И Москву хотели привлечь. Но после смутного времени Москва еще очень ослаблена. Поэтому в этом тоже видели какой-то подвох. Дескать, нас не готовы, сейчас втянут, и нас же потом еще и сожрут. То есть, ну, Турцию, допустим, завалим, да, но мы же будем следующие. Потому что силы, конечно, были подорваны. И царя Алексея Михайловича, чтобы подбить на выступления против турок, вот как раз соблазнили Константинопольским престолом, ни много ни мало. То есть, появится такая возможность в Москве укрепиться вот в этом регионе. А для того, чтобы объединить Константинополь с Москвой, надо унифицировать обряды. Вот такая фантазийная версия. Она очень интересна. Вот, по крайней мере, если учесть, что в это время активизировались, например, иезуиты. И, например, Юрий Крижанич был такой иезуит, он хорват. И, вернее, серб, и был тогда в Москве, и тоже давал свои советы по справному делу. Но вот, наверное, не случайно его присутствие было в Москве. Но так или иначе, такая вот интересная версия гуляет, что нужно было как-то втянуть в борьбу против Турции Москву. Но так или иначе, я думаю, что делать акцент только на какой-то одной проблеме раскола, наверное, неправильно. То есть, это вообще история вокруг реформ Никона, она такая многослойная. И учитывать при оценке старообрячества надо, конечно, все вот эти вот нюансы. И делать крен только на одну сторону, но это означает, что вы будете игнорировать другие какие-то факторы. Ну и последнее. Как-то все вот про Аввакума, да, про патриарха Никона говорят. А я бы хотела еще вспомнить Иоанна Неронова. Он сначала поддержал, выступил против реформ патриарха Никона. И был сослан в Спасокаменный монастырь, а потом в Кандалакшске, это Мурманская область. Оттуда он бежит на Соловки. И, кстати, то, что он благосклонно принимается, хорошо принимается во многих монастырях, свидетельствует о том, что внутри церкви все-таки была такая тихая оппозиция реформам патриарха. На Соловках его очень хорошо приняли, помогли ему переправиться в Переславль-Залезский, в Данилов монастырь. И там он принял тайный постриг с именем Григорий. Потом он повинился, кстати, патриарху. И патриарх благосклонно его вернул в церковь и поставил его архимандритом в Даниловом монастыре. Но с осуждением патриарха, я уже говорила об этом, с осуждением патриарха он воспринял это как действительно уже приход последних времен. Он опять уходит к старобряцам. Но все-таки, когда узнал, что восточные патриархи поддержали реформу, он подумал, что разрывать с канонической церковью все-таки неправильно. И он приносит покаяние. В конечном итоге он закончил свою жизнь настоятелем Данилова монастыря. И уже будучи там настоятелем, посещая близлежащие храмы, приходы, он отличился и остался в памяти как аскет, очень строгий подвижник. Очень зорко следил за правильностью богослужений. И, кстати, пенял нерадивым священникам, иногда выговаривал нерадивым прихожанам, за что его иногда из храма выгоняли. То есть, опять-таки, еще одна другая проблема. Проблема в том, что, ну скажем так, многие рядовые православные не готовы проявлять рвение, скажем так, вере. И там, скажем, вести жизнь, подобаемую для христианина. Вот против этого такие люди и выступали, находя, разумеется, негативную реакцию в свой адрес. Но вот Иоанн Неронов, вот он как раз, может быть, не так ярок, потому что не так, может быть, высказывался крайне, как это делал протопоп Авакум. Но на него стали больше обращать внимание вот последнее время, вот последние десятилетия стали его как-то особенно выделять. Может быть, вот эти его... Некоторые считали, что это проявление слабости, что он как флюгер там поворачивался. А я думаю, что это человек, который понимал, что любая крайность – это отход от истины. И он пытался со своей правдой вписаться в канву канонической церкви. Поэтому, наверное, его опыт, ну, востребован. Я, может быть, перебрала время, вот, прошу прощения, и отвечу на какие-то вопросы. Да. Да, Максим. Я хотел бы такой вопрос задать. Ну, я давно интересую, мне интересно ваше мнение, насыщиваю. Вот подобные реформы, они же не только в Москве происходили. Вот, например, на тех территориях, которые сейчас... Точнее, не которые сейчас называются Республикой Беларусь, а в том государстве, в котором входили земли Беларуси, был такой известный деятель, митрополит Петр Могила, он тоже проводил реформы. Вот, можно ли какие-то параллели тут делать? Да. Вот, потому что я точно знаю, что требник Петра Могила в 17 веке на одном из соборов, но только это не 1666 года, а вот 80-х годов 17 века, там несколько было соборов, но одном из этих соборов был, он чуть ли не предан Анафеме, этот требник, и там говорилось, что он преисполнен по-латински взлому древней. Да. Вот, хотелось бы ваше мнение знать, насколько эти параллели можно провести? Да, замечательно, кстати, что вы вспомнили, вот, да, Украину, потому что там, оттуда, кстати, патриарх Женикан приглашал специалистов по... Не из Кировой, Могилянской эпидемии? Никон? Нет, нет, нет. Он там не учился? Насколько мне известно, нет. Но оттуда приглашал он специалистов для перевода, для правки книг. И, ну, во-первых, там были специалисты по-греческому, по-латыни, да, они могли разобраться с различными изданиями, поэтому, да, киевский след тут очень хорошо чувствуется. Понятное дело, что, скажем так, Украина, Белоруссия были соприкосновения с Западом, были просто ближе, чисто географически. И, понятно, у них был опыт, очень ценный опыт борьбы с католическим влиянием и с протестантским. Но в этом противостоянии они не могли, конечно, избежать и соблазнов вот этого влияния латинского. Семен Полотский, который был приглашен ко двору Алексея Михайловича, был учителем его детей, как известно, вот, у него в символе веры очень много латинских таких вот мотивов. Я сейчас не буду просто уже тут заниматься разбором таким, да, вот, но это латинское влияние чувствуется. Поэтому, да, здесь, скажем, вот это латинское влияние, западное влияние, да, вот, оно через выучеников Киево-Могилянской вот этой академии, Киевской школы тогда еще, это некорректно говорить, да, но Киевской школы, вот, да, это влияние чувствуется. И патриарх Никон сознательно приглашает этих людей. Ну, например, там, того же, там, Арсения Сатановского, например, вот, Епифания Славенецкого. Кстати, Епифания Славенецкий на суде защищал патриарха и считал, что это неправильное решение, лишать его патриаршего Санатова. Вот. Знаете еще, что забавно? Допустим, патриарх Никон, который ратовал за унификацию греческих обрядов, да, греческих и русских обрядов, когда его будут обвинять уже и восточные же патриархи, там, за самоуправство, он скажет, что вообще-то ссылаться на какие-то там положения греческой церкви не гоже в отношении лишения его Сана, потому что эти греческие каноны прописаны уже под влиянием западной церкви. То есть, здесь, так сказать, ваши каноны нам не указ. То есть, когда ему это не надо, когда ему это мешает, он, наоборот, говорит, что греки заражены вот этим латинским влиянием. Но в случаях с книжным делом, да, с правкой книг, просто некому было обратиться. Ну, потому что в Москве недостаточно было специалистов, знатоков латыни и греческого. То есть, ну да, кого еще приглашать. Так что вот эти процессы... Другое дело, что в Москве, конечно, помнили об этом латинском влиянии. Если уже говорить о Петре Могиле, то Петра Могилу чуть было в Днепр не скинули, кормить осетров. Да, такое тоже было. Потому что Бурсаки, когда он, допустим, запретил разговаривать в братской школе, там, на родном языке, говорит на латыни, ну, там определенные дни были, да, когда надо было говорить на греческом или там на латыни. Ну, это практика языковая. Вот. Но его не поняли. Дело в том, что, чтобы вести полемику с латинянами, надо разговаривать на их языке, надо изучить их литературу. Некоторые видели вот в этом, конечно, усиление латинского влияния и подозревали, что Петр Могилы, например, там, тайный латинянин. Вот. И иногда, да, бывали такие столкновения с Бурсаками и с их родителями, что один из подвижников Петра Могилы говорил, у меня было ощущение, что нас скормят днепровским осетрам. Сбросят в Днепр. Но Петр Могила тоже был не робкого десятка человек. Он герой Хотинской битвы, он был военный человек. И выходил безоружный к этой толпе и убеждал. Ну, понимаете, в Москве тоже смотрели все-таки на киевлян, ну, с некоторой осторожностью. Ну, просто, опять-таки, замыкаться только в себе, да, ну, тоже-то не, путь был не перспективный. Вот. Но тенденция, да, такая общая, да, наблюдается. Вот. По крайней мере, у киевлян было чему поучиться, и учились именно тому, как разговаривать с представителями католической церкви. Петр Первый тоже потом приблизит. Очень многие архиереи при Петре будут именно из Малороссии. Вот. И даже будет такая ревность, что ли, великороссов к малороссам, дескать. То есть, это они получают преимущества некоторые. Ну, это связано с тем, что русские архиереи не могли похвастаться высоким образованием, конечно. Недостаток образованности. Одна из причин, наверное, в Северской Форуме как раз, что не было, не было такой возможности, скажем так, не было университетов, не было такой учености, и при переписке книг, при издании книг было полно всяких, действительно было полно всяких ошибок. Ну да. Не, ну, тут, я говорю, чтобы приступить вот к этой работе, причем так взвешенно, да, без, нужно было, конечно, создать вот эту образованную прослойку. То есть, это еще было все впереди. И греко-славяна, и латинская академия братьев лихудов, да. Семен Полоский, кстати, возглавлял же за иконоспаски вот эту школу при за иконоспасском монастыре. После него, после его смерти, там продолжит учительствовать Сильвестр Медведев, один из подвижников царевны Софьи, и его потом как раз обвинят в латинстве. Ну, Семен Полоский просто вовремя умер, да, или, наверное, если бы он еще был жив, наверное, ему надо было бы вовремя уехать. Уже тучи сгущались. А Сильвестр Медведева как раз обвинят в латинстве. И его сожгут, как еретика. И это уже при Петре I. Самое смешное, что при Петре I, который приведет такую вестернизацию страны, но только в светском духе, а церковь поставит в положение служанки государства, сделает частью государственного аппарата. Но на тот момент ему надо было разобраться с личными противниками во власти. Поэтому под видом борьбы с нерусским каким-то влиянием, вот так вот, знаете, курьез такой исторический, под топор, как говорится, этот попадет Сильвестр Медведев. Вот его обвинят в латинстве. А чем занимала школа за иконоспасского монастыря? Она готовила вот эти кадры знатоков языка, специалистов, которые могли бы разбираться в списках различных, различных редакциях. Уже одно то, что книга, например, выпущена в Венеции, это уже приговор часто был в Москве этому изданию. И насколько он там порченый, не порченый. Но, извините, где могли греки чего-то печатать до поры до времени, как не в Венеции, где были, например, типографии развернутые, хорошие, добротные. То есть с этими вот вещами надо было разбираться, но пока еще не было подготовлено достаточно грамотных людей. Поэтому, конечно, киевские выученики, они очень помогали в этой работе. Как Вы считаете, чем различаются староверы и старобрядцы? Хороший вопрос, это терминология. Это вопрос вашей лекции. Это главный вопрос, потому что это разные люди. Я не знаю, как Вы их разводите, но тут вопрос терминологии. Ну, я сейчас свою... Я объясню просто. Да, хорошо. Просто, насколько я помню, в 1943 году наша церковь стала православной. Для этого она была правоверной. Именно так переводится слово. Ну, с иностранного, грубо говоря, на русский язык. И я считаю, что этим пытаются, ну, говоря о том, что мы православные. Сейчас, точнее, тенденция у наших проповедников еще более сильная. Забывать о православии и говорить просто о христианстве. Просто к тому, что Петр Первый уничтожал, очень лико вешал казаков за то, что они не обращались в православную, как Вы говорите, веру на тот момент. На плотах потом упускали. Об этом написано у Шолохова. В 1845 году вышел закон о том, что если человек закулул на православную веру, ну, правоверную веру, на ту, которая находилась у власти, мог получить в рост за полу решение всех прав состояния и 15 лет отсидки. Как вот с этим связывать правоверие, православие и о том, что наша вера, ну, вполне себе, так сказать, гуманна и так далее? Я попробую сейчас с терминологией здесь немножечко так, да, развести некоторые понятия. Что касается понятия раскольники, понятно, это ругательное такое слово. И раскольники, это слово, появилось до официальных реформ патриарха Никона. Раскольники в полемической литературе, направленной против унии, брестской унии, раскольников называли католиков, униатов, протестантов. Дальше, что касается старообрядцев или староверов. Так вот, они себя изначально называли правоверными. Когда только-только начались реформы Никона, начался вот этот конфликт с Никоном, они себя называли правоверными. Ну, считайте, православными, да, или старолюбцами, в отличие от никониан и новолюбцев. Вот такими словами они пользовались. К концу 17 века уже появилось наименование староверы, то есть приверженцы старой веры, ну, или там старобрядцы. Так вот, старобрядцы, это слово, этим словом сами староверы не пользовались. Вот они тут разводили эти вещи. Значит, старые для них, понимаете, они считали, что они не за обряд держатся, а за старую веру, за настоящую. Да, поэтому они подчеркивают, мы староверы. А старобрядцы, вот этот термин появился тогда, когда в конце 18 века появится Единоверческая Церковь. Часть старобрядцев признают власть синода, ну, уже тогда не было патриарха, власть синода. Им было предложено, вы сохраняете свои обряды, но признаете каноническую власть Церкви, да, православную. Вот, но, кстати, Единоверцев был ничтожный процент. Не очень большое количество старобрядцев ушли в единоверие. Так вот, после этого появился термин старобрядцы. Старобрядцы – это единоверцы, которые придерживаются старого обряда. То есть тут подчеркивается обряд. А те, которые остались непримиримы, они говорили, мы староверы, мы старой правильной веры, той, да, отеческой. А раскольники – это такое обидное название, конечно, их прозвище. Уже после Первой Русской Революции, конечно, уже никто не использовал этот термин – раскольники. Это, в общем-то, такое обранное слово, поэтому его уже не использовали. Первая Русская Революция показала, что очень высокий процент староверов, в общем-то, где-то даже сочувствуют революции. Ну, достаточно вспомнить позицию некоторых купцов-староверов, которые субсидировали революционные партии. Ну, там, тот же Морозов, да, Сава Морозов, он большевикам давал деньги на искру, а его матушка поддерживала эсеров. Ну, тогда, наверное, не могли они даже себе представить, что у этих партий будет шанс действительно до власти дорваться. Но негативное отношение к существующей системе политической, да, это как расплата за, считали они, за те гонения, которые им подвергали. Что касается Петра Первого. Петр Первый человек очень прагматичный. Вот он даже где-то благоволил старобрядцам. Например, в Иговской пустыне, там была вот эта община старобрядческая, там были мастеровые люди. Они были очень честными. Старобрядцы вообще славились своей порядочностью. Не пили, да, не блудили. Были очень честными работниками, очень хорошие поставщики. Они гнилую пеньку вам не поставят. Вот это Петр ценил. Он ценил их как работников. И он посчитал, что, ну, если от этих глупостей их нельзя отговорить, то не им, не надо из них делать мучеников. Вот. Пускай себе верят во что хотят. Главное, чтобы дело делали. Но когда, допустим, староверы позволяли себе, как вы говорите, там, какую-то критику, ну, допустим, там насилие, которое, да, там, хула на церковь, но дело в том, что хула на церковь часто дополняла хулу на власть. И, например, некоторые, далеко же не все старобрядцы, прям были так лояльны к Петру Первому. Если Выговская пустынь с ним сотрудничала и участвовала в постройке ланецких заводов тех же, то некоторые согласия прямо называли Петра Первого антихристом. То есть дело же даже не в том, что там хула на церковь. Вместе с церковью ведь шла хула и на эту власть. И называли ее антихристовой и прочее, прочее. То есть власть, разумеется, реагировала не как на сторонников старых обрядов, а как на людей, которые мутят воду и засоряют сознание людей неправильными мыслями. В общем-то, это посягательство на власть. Любая власть будет реагировать. Я не то, что оправдываю. Я не оправдываю. Я просто пытаюсь понять, как власть может реагировать на такие вещи. Вопрос в другом. В этом законе, это закон 1845 года. То есть там уже Петр не танцует. Закон какой еще раз? Это кажется позже. Еще раз, какой закон? Про какой закон еще раз? 1845 года о уважении о наказаниях. И там за хулу на православную веру, за то, что не доложил, что хурили на православную веру, то же самое. 15 лет от свитки и лишения всех правосостояния. То есть там такой серьезный документ. И 1845 год, когда уже Петр далеко отодвинулся, а людей сажали, ну извините, не совсем как бы гуманно. Просто вопрос еще вот в чем. В 1862 году представители Белокриницкой епархии написали царю письмо, что мы уже, так сказать, Христа почитаем как Бога, и за что вы, ну то есть согласны почитать его как Бога, и за что вы уже перестаньте нас гонять. Не, так что значит уже? То есть они и почитали его. Значит они, наверное, не почитали его как Бога. Не, ну, честно говоря, догматически староверы безупречны. Не, безупречны. Ну. В литератике есть книга, там об этом написано. Значит, ну я и, собственно, не спрашиваю. Можно ли это и не так было? Опять-таки, понимаете, выдернуты из контекста, я же не знаю там, как можно интерпретировать это. В контексте же документы надо сочетать. А потом догматические староверы были безупречны в этом плане. То есть их нельзя было упрекнуть в ереси, они ереси не проповедовали. Что касается беспоповцев, там да, там сложнее, потому что там не было уже места проведения обрядов. Поэтому, вы знаете, вот последний, как говорится, такой постскриптум к нашему этому разговору с вами. В Гомеле, как известно, в начале 19 века здесь хозяйничал Николай Петрович Румянцев. Так вот, он очень хорошо относился к старообрядцам, которые здесь жили довольно так массово, да, вот, и помогал им, кстати, сказать. Они очень его уважали за это. И это пример того, как, понимаете, в разных местах по-разному складывались эти взаимоотношения. Но это пример такого цивилизованного очень выстраивания отношений. И там, наоборот, с большим пиететом он относился к этим людям, именно ценя в них вот эту высокую порядочность, высокую нравственность. Некоторым православным было из такой канонической церкви еще скакать и прыгать за старообрядцев. И, допустим, старообрядцы могли вполне спокойно придерживаться своего обряда, но только с одной такой оговоркой. Они за это должны были заплатить. Кстати, точно так же было и в Речи Посполитой. Когда говорят, вот им там давали, у нас тут прям такая вольница была, им давали возможность жить спокойно, да, и у нас здесь большие колонии образовали старообрядцев. Но я хочу напомнить, что вообще-то они платили в казну. То есть они откупались. И в Российской империи... Да, двойной налог. И в Российской империи, кстати сказать, некоторые согласия, но тоже выгодское согласие, которое вот так благоволил Петр, вот, там тоже оговаривалось внутри у них. Вы можете иметь дело с этим внешним миром, вести там торговые дела, вступать в какие-то социальные отношения, но при этом надо поклоны отбивать. То есть надо как-то отмаливать вот этот грех контакта с этим внешним миром, с этими нечистыми. Так что там тоже такое какое-то высокомерие было. Не все так однозначно. Да. 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 Я хочу, чтобы вы не были поинтересованы. Все-таки царавлякцы, они сжигали людей за правильность. Просто я вспомнила фильм один. Вы сегодня в начале лекции сказали, что это самосожжением занимались сектанты. Просто я вспомнила фильм, как вторая прядка, одна женщина родила ребеночка, и ее сожгли вместе с ребенком. Поэтому я вот хочу спросить, они это делали или нет? Я вас доверяю очень. Я ей спасибо. Вы знаете, вот поэтому, поскольку вы доверяете очень, я всегда очень осторожничаю. Тем более, когда в кино это показывают. Все-таки тут надо в каждом конкретном случае разбираться конкретно, что это за согласие. Потому что их там очень большое количество. Есть поповцы, есть беспоповцы. Они тоже, в свою очередь, там размножались, как грибы после дождя. И у каждого согласия были свои какие-то каноны. Свои несогласия. Это хорошо сказано. Свои несогласия. Поэтому в каждом случае, вот надо брать, знаете, вот как историки делают, документ, например, или какой-то эпизод, как это описано, например, в каком-то источнике. Что это такое? Кто это делал? Потому что вы там можете наткнуться именно на сектантскую группу, которая к старообрядцам вообще не имеет никакого отношения. Знаете, таких вот каких-то, таких изуверских каких-то проявлений было достаточно. Поэтому, ну, допустим, вы тут вспомнили про фильм, да? Я помню, меня в свое время очень сильно впечатление произвела экранизация жизни Ломоносова. И там поморье, там тоже были скиты вот эти. И опять-таки, я не знаю, но это фантазия этого кинорежиссера, я не могу это брать за чистую монету. Но там был такой эпизод. Значит, Ломоносова, молодого тоже пытались как-то втянуть вот в эту секту, да? И священник, который вроде бы такой благостный старик, такой старец, да? Он подбил людей на самосожжение, а сам улизнул. И Ломоносов якобы в юности своими глазами это увидел. На него это, конечно, произвело очень сильное впечатление. И он порвался своей вот этой средой, понимая, что это вообще путь в никуда. Это действительно паническое изуверство. Я не знаю, насколько можно за чистую монету принимать этот эпизод из этого фильма. Вот, поэтому... Я не верю. Мы же историю 1812 года изучаем по книге Толстого война и неуправе. Это своеобразный источник. Это тоже своеобразный источник исторический. Потому что... Это художественная книга? Нет, ну, все-таки... Нет. Нет, все-таки более. Потому что... Все-таки более, чем художественная. Потому что... Он же участник, он же жил в Польше. Да, ну, он-то занимался сбором документов очень серьезно. И все-таки это исторический источник. Правда, весьма специфичный. Как Библия может уже уступать историческим источником? Ну, очень специфичным. Поэтому, допустим, я не знаю, там, доклады и отчеты уполномоченных советского периода, это тоже исторический источник, но очень специфичный тоже. Потому что то, как там преподносится проявление религиозности, например, и там тоже есть, кстати, место обвинению в фанатизме. Я читала газетную заметку про матушку Манефу. Честно говоря, я стала уже замечать, что у меня начинают уже, знаете, подташнивать. Это... Это такой неприятный текст, но это тоже своеобразный специфичный источник по тому, как преподносилась церковная жизнь, например, советскими идеологами. Поэтому это тоже, да, и война, и мир это исторический источник. Тем более, если учесть, сколько документов поднял Лев Николаевич. Вот. Поэтому вот вам тоже, чтобы ответить как-то, надо каждый конкретный случай, не доверяясь там, экранизациям и там, каким-то художественным вымыслам, брать и исследовать все-таки, что это. Что это за секта, что это за группа. Потому что так можно огольно обвинить всех буквально. Но у меня, знаете, тоже такое, пускай эмоциональное такое восприятие, я не погружалась вообще вот в эту тему. Когда были рождественские чтения в Москве, там тоже вот мы ездили там и с Гомесской епархией тоже, там была секция, посвященная именно проблемам единоверия. И там были старобрядцы. И когда я зашла так вот, ну там бегали, там, да, сломя голову, хотелось везде побыть и там, и там, и там. И вот когда мы туда забежали с моей коллегой, вот, ну, вы знаете, это это не надуманно. Там особо отмазка. Стерильное отношение даже к внешнему проявлению благочестия. Допустим, моя напарница вот, была в брюках. Они ее испепелили. Просто. Да. Глазами просто. Да. В общем, лучше ей было сразу провалиться там, и все уже. Вот. В общем, так это, это, конференция, то есть, они часть русско-православной церкви, единоверцы. Вот. Но там все так это, знаете, строго, чинно очень. Там надо, да, 10 раз подумать, как руки сложить. Ой, это все очень так это. Не просто, да, со старобрядцами. Хотя есть, конечно, свое очарование в этом. Вот, опять-таки, литература, да, Николай Лесков. У него попадаются такие чудаковатые персонажи, которые живут по Библии. Ну, на них как смотрят все? Малахольные, юродивые, да, вот. Но они полны действительно очарования. И ты понимаешь, что вот и в старобрядцах тоже есть вот эта глубинная правда, вот стремление жить по Христовой правде. Вот. И, допустим, те же купцы-старобрядцы, которые занимались еще к тому же делами милосердия, сколько они сделали для России, во многом, допустим, расцвет русского искусства на рубеже 19-20 века, во многом благодаря их финансовой поддержке, помощи. Ну, тот же Третьяков, например, хотя считается, что он принадлежал русской церкви канонической, но все-таки корни-то у них старобрядческие. Вот. И вот эта жизнь такая очень строгая, аскетичная. Например, дом Третьяковых, ну, для миллионера, честно говоря, как-то скромновато. Когда дочь, одна из дочерей Третьякова сказала, папа, там, Маша, Даша, вот они там в Баден-Баден поедут, там еще куда-то. Вот, и мы тоже хотели. Говорит, вы больны? Говорит, нет, ну, поддохнете в Подмосковье. Ничего себе, скупердяй, да? Но только, и при этом у меня что-то тоже воспитание какое, а они же не обиделись. Он им не оставил, считайте, ни одной картины, да, в наследстве, на черный день. Но зато он подарил галерею в Москве. За столом, за счет того, что девочки не отдыхали в Баден-Бадене, но за столом собирался до 20 художников, тогда никому неизвестных или малоизвестных. Он их просто подкармливал. Ну, и покупал картины. Кстати, торговался. Такой был прижимистый. Но за счет этого действительно не просто галерею создал, он, по сути, дал возможность этим художникам состояться. Вот, поэтому и Рябушинский, и Морозовый, и Мамонтовый, у них там, у многих солдатинка, у них там корни есть старообрядческие. Вот это желание послужить, да, не себе, а разбок медал, ну, талант копить, зарабатывать, да, то надо отдавать. Чем больше отдашь, тем больше тебе вернется. Ну, вот это, конечно, вызывает уважение. Вот, поэтому на этой такой позитивной ноте мне хотелось бы закончить. Не все там такого, знаете, фанатичного известно. Спасибо вам большое. Спасибо вам.